Здравствуйте все, дорогие друзья, приветствую вас. Мы в тот раз начали очень серьезный разговор о болезни брака, и вот хотелось бы сегодня продолжить его, потому что истинное должно быть конкретным. Да, мы в прошлый раз говорили, по сути мы говорили о некой форме зависимости, когда человек проводит время на порно-сайтах или, например, в переписках. Не обязательно, кстати, на порно-сайтах. Это могут быть и переписки из сексуального характера, или эмоционального характера, когда человек вовлекается в переписку, какие-то виртуальные отношения, которые носят такую не дружескую окраску, а все-таки эмоционально-сексуальную, где-то около того. И туда же там много людей одиноких. Не только в браке случаются среди людей, которые не находятся в браке, и на самом деле могут бояться близких отношений, бояться реальных отношений. А виртуальные отношения, они как бы чем хороши? Что они вроде как безопасны достаточно, как будто нереально, а с другой стороны чувства-то реальные возникают. Я просто наблюдаю в своей практике, мы видим, как люди настолько вовлекаются, они прям живут, вот эти сообщения, вот они получили это сообщение, а вокруг него нам целая жизнь. Очень, наверное, эмоциональный мир соответствующим образом ориентируется, и все ведет к тем, как саморасстройство личности. Да, да, да. Ну вот, я думаю, что, может быть, нам важно поговорить о причинах такого поведения, да, и что же делать, потому что у нас нет задачи ни в коем случае осудить, да. Ну, у нас задача есть помочь. Да, у нас задача общая помощь. Как в медицине, например, диагностировать, а диагностика – это неспособность чувствовала. У вас суждение теоретических пороков, технических дефектов, поединок форматологии. Мы не осудим, как мы говорили в тот раз, ну, человек, ну, тут нормально, ну, посмотрел эту картинку, посмотрел такое кино, зато другое кино, вот, и нет осуждений, нет лечения, нет мотивации к лечению. Ну, мы обсудим. Ну, вот и попробуем. Мы их, как бы, ну, знаете, как у каждого человека есть какое-то свое страдание, да, которое его приводит к каким-то последствиям в виде, ну, действий, которые самого же его и разрушают, собственно, да, его душу разрушают, да, но он страдает, чаще всего человек страдает от этого, он все равно остается одинок вне, да, то есть, ну, виртуальность дает ощущение какой-то близости, на самом деле это иллюзия. Ощущение, вы понимаете, мы говорили в тот раз, а ощущение, стакан водки выпить, тоже ощущение интересное бывает, но это не значит, что это хорошо. Да, 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 ну, вот давайте, может быть... Ну, какой-нибудь клинический пример вы нам приведете. Да, доктор нам. Ну, если вообще говорить о зависимостях, в частности, мы заговорили о такой сексуальной какой-то зависимости, сексуальной, эротической зависимости от, не знаю, от отношений, что ли, в какой-то его форме. И вы упомянули вот про ощущения, это действительно какое-то нарушение базовое, начинается с нарушения в сфере эмоций и ощущений у человека. Это может быть причиной, ну, все-таки, такая археичная структура, скорее всего, страдает, такая ранняя, возрастная, где был нарушен какой-то контакт эмоциональный с родительскими фигурами. То есть сами они, возможно, были не в полной мере способны быть в контакте с людьми, соответственно, с собственным ребёнком. Да, да, а это, наверное, характерно. Характерно, и у него не сформирован вообще навык, каково это. А всё, что не сформировано, вызывает потом страх. Как этим пользоваться, это становится неизвестной, неизведанной сферой. Как быть вот с человеком в близости, как дарить эмоции, как получать эмоции, как ими обмениваться, этими эмоциями. И человек старается держаться в отдалении от других. Как только становится какое-то приближение уже у взрослого человека, он испытывает тревогу, страх. И он выбирает оптимальную дистанцию, и вот в этой оптимальной дистанции и помогает ему порой вот это вот виртуальное общение, портфорография. То есть это такая вот сублимация. У него потребности-то с детства остались. Ну, это и физиологические пазлы. И физиологические, и эмоциональные последствия в сфере ощущения. И таким образом он вот собирает пазл из того, что под руку попалось, грубо говоря, по жизни. Да. Всё, что даёт сеть, интернет, технологические возможности, какие-то, не знаю, что там ещё. Но теперь, если это посмотреть на него, если это человек, который всё-таки нравственно, целостный, совестливый, будем говорить, он мог с помощью специалиста или с помощью священника подвергнуть это переоценке. И признать, что здесь происходит что-то не то, что надо, что можно теперь, видите, из эмоциональной сферы перевести в волевое. И сказать, что нужно сказать, признать, как надо что-то себе поменять. Там, где есть нарушение, нарушенная потребность, неудовлетворенная, в любом случае человек с ней не сможет спокойно жить. То есть она в полной мере бы, вот задача терапии в полной мере, чтобы человек вот осознавал и научался удовлетворять её. Приемлемым способом. Потому что вот такое кусочничество, скажем так, оно в любом случае не перекроет того душевного страдания, которое он испытывает, грубо говоря, всю жизнь. Мало того, оно будет усиливать в силу того, что с разной стороны человек себя уничтожает. Он уничтожает своё благополучие своей души, своё нравственное страдание. Но с другой стороны, вы понимаете, это звучит немножко пессимистично, потому что мы бы сказали так, ну, это всё должно пройти в счастливом браке полноценном. Но вы же сами киваете головой своей, понятно, что счастливый полноценный брак, это, конечно, огромная радость и огромное счастье, но не всегда достижимо, понимаете. Он как человек с больным сердцем, скажет, «О, хорошо, смотри, вот спортсмены, бегают, марафон даёт 42 километра». Вот сила. Да, есть такие люди, прекрасно мы на них смотрим с радостью. Но марафон бегаем только не все. Да, но поэтому очень важно, да, что если мы... Здесь вот само усилие воли не сработает, да, потому что если мы с силой, мы больше не сработаем. Всё, я больше не войду. А внутри-то вот что-то поломано, да, не так, вот эти вот привязанности здоровые не сформированы. Если человек вот решился, решился на изменения, что страдание его уже, скажем, допекло, достигло какого-то пика, страдает он сам, он как бы понимает, видит, осознаёт, что там для него есть ценности какие-то, которые тоже стали от этого страдать. Семья. Семья страдает, да. Отношения с ростом, еще с кем-то, да, это уже... И вот он принимает решение, да, то, ну, это не такие не единичные случаи, когда люди думают, ладно, всё, я просто откажусь, я просто откажусь. И человеку становится хуже. Ну да, как лук, та же самая. Вот этого дела откажись, вот этого дела откажись. Да, ему становится хуже, потому что нет привычного какого-то вот способа. Нет нормального и не стало привычного. Да, ему всё отняли, да. Всё отняли, да. И может, да, может, да. И для этого он, в принципе, может обратиться к психологу, психотерапевту. То есть вот как-то для себя лично, если он лично свою проблему будет решать, заниматься ей, то ничего не потеряно. Он может научиться, грубо говоря, эмоционально заново ходить. Если это, естественно, происходит в детстве, то во взрослом возрасте это дольше, осознанно, с запинаниями, с какими-то затыками, грубо говоря. Но он этому может научиться. Плюс в том, что это уже взрослый человек. Совершенно. Осознающее то, что происходит. Вот вы правильно сказали насчёт усилия воли. Часто бывает этот вопрос возникает в разговорах со священником. И, как ни странно, для некоторых малоупытных людей, мы не признаём это как магистральный путь. У меня не хватает воли. А если вам хватало воли, зачем вам быть христианами? Вам всё сами себя можете за волосы вытащить, пойми, мускулы хорошие потяни, и всё, и из болота вылезешь. Нет, оказывается, ничего не поможет. Протяни руку. Протяни руку к Мему. Отдай свою волю Христу. Опять, видимо, для зависимости это достаточно характерно. Я хочу. Но ты, Господи, не хочешь. Поэтому я подчиняюсь тебе. Нет, потому что у меня сильный огонь. Потому что я верю тебе, я тебе доверяю. Маленький ребёнок говорит маме, я не хочу, я боюсь учить этого медсестры, которая мне там сейчас укол сделает. Мама говорит, ну, придётся потерпеть. Поскучи меня. Если нормальный ребёнок, он слёзы вытрет и пойдёт, ну, там, вакцинирует. Вот, примерно то же самое, ну, конечно, это схематично. Такой приблизительно путь для верующего человека к уходу от зависимости вообще, в частности, и вообще от греха в целом. Не потому что у меня сильная воля, а потому что у меня сильная надежда. Потому что у меня сильная, если может выразиться, верность. Вера и верность, недавно по-русски одно и то же слово. Батюшка, ну, здесь очень важно сказать, да, чтобы люди не подумали, что я такой, это, сяду и скажу, ну, Господь, давай ты меня, это, что-нибудь сделай со мной. Я верю. Я-то вот ничего не буду делать. Почините, раз Господь тебе не даёт, выключи эту сразу. Он хочет. Дорогие друзья, ну, алкоголь, видите, чаще с ними приходится встречаться. Пьяница, его сажаю за стол, наливаю. Я не буду. Почему? Он не будет объяснять этим людям, которые мы налили. Он скажет, ну, она печень там или ещё что-то, я не знаю. Он про себя, он помнит, вот Господь стоит рядом. Не надо, не надо, и он починается. Вот приблизительно такая вот, такая картина. По-моему, как-то разговор был о сексуальных у нас трудностях, я не помню, ты приводил этот пример? Так сказать, клинический. Мужчина, по-моему, рассказывал где-то, ну, ещё раз. Мужчина имел некие развитие отношений с одной женщиной. Нравственно, видимо, эта женщина была невысока, и она его, значит, втягивала, грубо говоря, в постель. И в какой-то момент говорит уже ему, ну, что ты тянешь, природа же, говорит, сильнее. А он в этот момент как-то немножко, раз, ну, переключился чуть-чуть. Сам про себя, он потом рассказывал на исповеди. Я думаю, разве природы сильнее? Бог сильнее, чем природа. И не стал, так сказать, не пошёл по этой ошибочной дороге. Вот примеры также со стаканом, также с всякой гадостью, которую мы наблюдали. Да, но тогда мы говорим о том, что очень важно обнаружить в себе эту болезнь, да, и взять ответственность на себя за исцеление, да, потому что не только одной волей, я больше не буду, и всё, да. А вот мы говорим, понимаете, вот вроде бы зависимость сексуальная, вроде так всё ужасно выглядит, а при этом мы вот сейчас вспоминаем маленького ребёнка, да, которому тепла не додали, да, потребно, нет привязанности здоровой, потому что привязанности здоровой, близости, они формируются в раннем детстве. Да, и в итоге у нас, получается, человек во взрослом возрасте сидит, переписывается, да, на сексуальные темы, а проблема с ним случилась, вообще, мы говорим, какая с ним проблема? Он распущенный. Ну вот, вы знаете, я сомневаюсь, что это можно назвать слово распущенный, да, то есть за этим стоит, ну, элементарная потребность в любви. В любви, в принятии, в нежности, в ласке, мы говорим, ну ты чего там сидишь, потому что ты такой уж отвратительный человек? Да нет, чаще всего, но если мы не берём здесь случаи извращений, там, нездоровых, когда это уже маньяки, да, вот тогда мы уже говорим о психиатрии. А если мы говорим о людях, у которых есть сексуальные аддикции, да, зависимости, но, ну, так диагнозом, что говорится, не пришьёшь такой прям, да, тогда мы говорим, да, ведь у него на самом деле пострадала эмоциональная сфера привязанностей. И во что это вылилось? Вот это вылилось, например, в такую нездоровую форму привязанности. Ведь что он там получает этот человек? Нежность, внимание, восхищение, да, вот что он хочет получить. Ну, или сексуальное возбуждение, скажем, да. Да, да, ну это один из вариантов тоже эмоционального общения. Очень сильный стимул. Да. Стимуционального направления. Тогда ему надо научиться получать всё это в естественных условиях, в общении, да, в здоровых отношениях. Ну, видите, тут мы тогда можем его, можно сказать, невзначай толкнуть просто, ну, да, не проститутся, не брать с ней связи. А это как? Ну, если ему скажем, ты давай, ты не смотри картинки, ты, мол, пойди там в соответствующий район, там найди себе подругу. Нет, ну, люди же, на самом деле, батюшка, никто не хочет развращения. Это всё идёт от, ну, это моё мнение, если мы не берём каких-то маньячных крайностей. Нет, они не хотят, но они... Каждый человек хочет просто любви. Он хочет, вот в этом хотят. Он может это добыть. Ну, вот, знаете, такая хорошая аналогия, он в лесу собирают грибы, те, кто не знают, что за грибы, он берёт, он всё интересны эти грибы, и он набирается поганым. Ну, да. Но мы, вот, наша задача общая с вами, этим людям, искателям грибов, очень ясно показать, какие грибы съедобные, а какие нет. Ну, вот, правда. И вот, значит, отсюда возникла некоторая негативная задача, ограничение от резвольнения, покаяния. Батюшка, ну, чтобы хороший гриб найти, надо постараться побольше. Я бы даже сказал, что там перед входом в лес, да, Господи, я тебе доверяю, но возьму с собой определитель грибов. Там, да, или опытного грибника. Да, если я не разбираюсь, да, когда человек... Или наберу всё подряд, принесу к опытному и скажу, ой, боюсь, я набрала, убьёт меня. Да, так как-то, если откажется алкоголик от стакана или зависимый, там, от порно-сайта, это же не значит, что он встаёт на лёгкий путь. Верно, верно. И вот это осознание, особенно, говорю о мужчинах, чаще всего, я думаю, что характер для мужчин, в большей мере, я думаю, согласитесь, да? Нет, мужчины там с кем-то общаются. Да, ну... Говорят, 70% мужчин. Батюшка, так что, женщины лучше маскируются, я думаю. Мне кажется, что, вот это тоже интересная тема, что женщины здесь становятся некой пассивной средой. Ну, как-то это случайно получилось, да? Нет, я не думаю. Я думаю, что все одинаково страдают и одинаково попадают по одним и тем же причинам в такие отношения. Я бы не сказала, что женщины жертвуют. В детстве были как бы все одинаковые. Ребёнок и ребёнок, какая разница, какого пола. Вырастает тётя, дядя. Я бы уже в сегодняшнем состоянии, в взрослом состоянии, видна, по той переписке, по тем контактам, которые я имею, как правило, женщины, которые жалуются на эти события, они себя позиционируют психологически. Ну, что мне делать? Я вот никак не могу отвязаться. А, вот это проблема, да? Что это вот такое зависимое поведение, жертва несчастная, со мной такое произошло. Прямо не знаю, как отвязаться, он меня прям преследует вообще. Да, как будто ты не можешь... Да, как будто ты не можешь сказать, слушай. Даже не сказать, а просто нажать. Да, просто нажать кнопку, удалить, заблокировать. Что-то не даёт нажать кнопку, да. Что-то не даёт. И поиск, вот он меня преследует, ну что же мне теперь делать? Да, это как бы такое безответственное детское. Если не прекращаешь, не прекращаешь, значит позволяешь. Позволяешь по причинам нравится, нужно, что-то получаешь, какие-то выгоды от этого. Вот, но есть ещё такая социальная штука, что у женщин больше пристрастия к социальному облику. И больше рефлексивность, да? Да, 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 что как бы не показаться. То есть мужчины проще обнаруживают свою, может даже неказистую, там, природу, ну у кого какая там своя. Женщины же больше склонны блюсти образ. И ей будет больше дополнительно, даже уже не сексуально, а чувство такое социально-внешний факт, что вот или кто-то интересуется. Ну, даже говоря, да, про женщин, мы заговорили, я хочу как-то, вот у меня есть опыт общения, психотерапии, да, с женщинами, которые занимались в своё время проституцией, чаще всего в юности. Это всегда несчастные девочки. Это всегда, они туда попадают не потому, что они испорченные, отвратительные, такие прям ужасные дети выросли там, да, в 17-18 лет. Это выброшенные дети социумом, семьёй, да, там папа пьёт, мама игнорирует или бьют все, да, и как бы живут в нищете. И они попадают под влияние какого-то другого взрослого человека, который говорит, слушай, а давай вот есть способ лёгкие деньги заработать, хотя бы перестанешь кором хвосты крутить. Понимаете, и это всегда про какое-то давление на ребёнка и вовлечение его в это. Ещё в 17-18-20 лет собственного соображения, ну, оно, знаете так, ну, под влияние попасть можно. И когда у тебя дома плохо, понимаете, у всех девчонок проституток, если так, ну, я так говорю, у всех, ничего хорошего дома нет. Никто не пойдёт на панель, потому что дома было уютно, хорошо, и над тобой не издевались, да, или у тебя всего было вдоволь, но воспитание нормальное. Не то, что тебе всё дозволено, да, всё дозволено, это тоже нездоровое поведение, да. Вот, поэтому, как вот, какие ужасные женщины, да они несчастные, они несчастные женщины, да. Это, в первом смысле, это, среди вскорников нет, и с православным, пострадавшие, искалеченные, бедные. Господь приходит в этот мир ради каждого человека. Ну, вот, что меня немножко здесь беспокоит в отношении психотерапии и психологов, что это излишний, на мой взгляд, по сравнению с православным священником, православной расственностью, интерес к прошлогоднему снегу. И мне постоянно приходится, вот, просто мозоль мне даже набрать. Пострадавшиеся к прошлогоднему снегу растают. Вот здесь и сейчас, вот давайте смотреть вперёд, что нужно сделать, как этот брак нужно лечить. Понятно, когда приходит врач, он анамнез составляет, то, что было. Ну, вот, анамнез, вот, приходит диагноз, лечение, терапия. Батюшка, можно я с вами немножко здесь подискутирую? Да, вы человек, ну, без лишнего этого, но вы достаточно целостный, взрослый, эмоциональный человек. Я уже пенсионер. Да, ну, вы пенсионер не только по возрасту, да, вы по состоянию эмоционального. Вы эмоциональный взрослый человек уже много лет. Эмоциональный пенсионер. Да, и у вас какой-то там был свой интересный. Это надо записать. Да, эмоциональный пенсионер, да. Вот, поэтому мы можем иметь взрослого человека в 40 лет, 45 по паспорту, но внутри это ребёнок. И когда мы говорим ребёнку, слушай, ну, давай, что там у тебя это, ты давай, поступай, как взрослый человек, а он, понимаете, он не понимает, чего ему говорить. Он ни разу не пробовал жить, как взрослый. Он не знает, как взрослые живут. Он капризничает, сидит на порно-сайтах, он выпивает, да, он гуляет. Женщина губки надувает обиженная, уходит, да, там нет эмоционального взросления. И тогда мы обращаемся к детскому опыту, вот, почему? Мы бы рады не обращаться. Но человек застрял в возрасте 6 лет, 9, 12, и пока мы его чуть-чуть не дорастим, ну, ну, хоть до 18, понимаете, он в регрессе, он эмоционально находится в провале. И обращаться к нему, как взрослым, я помню, у меня был случай один со священником, да, и он, значит, кому-то говорит, ну, это была психотерапия такой, показатель, да, он говорит, ты взрослый, садись в лодку, плыви. Испуганное состояние, какая лодка, куда плыви, какой другой берег, ну, слезы в глазах. А вы знаете, вот я вас внимательно выслушал и согласился с вами, на 100%. Ну, а смотрите, дальше, уже мы сейчас перейдем к педагогике, потому что педагогике, опять, по священнику, тоже приходится с детками, да, и часто с ребенком уже это скажут. Ну, тебе сколько уже, уже восемь? Уже восемь лет, тебе уже есть. Ну, да все уже, штаны уже не мочишь, ты уже маме поможешь, ты уже папе, там, друг, уже совсем по-другому живешь. Да. И это, ну, любой педагог, там, начиная с первого класса, он вам подтвердит, что так вот с ними и работают. И вот этим взрослым несчастным регрессантам, им тоже вот такой вот, ну, собственно, а здесь... Говори, говори, башка. Речь о поддержке, это вот в терапии одна из функций, да, поддержка, поддержка взрослых. Ты вообще-то дожил до сорока. Взрослеть-то можно в условиях. Взрослеть-то можно в условиях уже, большой. Это не всем так повезло стать эмоциональным пенсионером. Это страшное везение. А некоторые только в сорока начинают понимать, что они подросли. И, кстати говоря, это очень часто. Сорок такой достаточно переломный возраст, середина жизни, да, когда как-то начинает доходить. И слава богу, что хоть в сорок начинает, потому что беда, когда... А то, что сказать, что, слушай, тебе сорок, и ты вообще уже взрослая тетя, это очень важно. Я всегда говорю, вот вы входите куда-то там, и сейчас можете испугаться, да, там, в кабинет. Вы вообще напомните, что меня зовут Виктория Борисовна, да, мне вот почти сорок четыре года, я вообще взрослая женщина. Я жена, мать. Да, давай, Виктория Борисовна, входи. Не надо входить там ребенком на полосок, простите, пожалуйста. Да, но мы забываем про это. Поэтому, конечно, важно сказать, сколько тебе лет, что вообще, ты взрослый человек. Тут сейчас некоторая разница между контактом, вот ваш пациент и мой прихожанин, там, или как его назовешь, Вот этот вот психологический первый контакт, или психологическое, ну, так сказать, взаимное представление, он будет разным, конечно, потому что они к священникам, к церкви, понятно, к священнику. Они переносят, происходит этот вот трансференция, отношение к церкви, к Богу, которая сама все очевидна. Они его трансференцируют, переносят на священника, и оказываются здесь не всегда в правильном положении. Потому что батюшка благословил меня, что-то сделать. И вот я теперь это делаю. Это же тоже проявление детскости, да, и фантливости. А батюшка сказал, мне делать вот так, а батюшка сказал, сексом надо вот так. Это же катастрофа, когда приходится спросить у батюшки, как им можно там. Ну, это ведь катастрофа взаимная уже, вообще кошмар. Об этом говорил святейший патриарх, покойный и нынешний, обильная тема. Да, да, да. Ну, эту нам, наверное, надо интересную искусить. Да, ну, может быть, подведем итог, да, что обнаружив в себе такой какой-то порог, такую зависимость, в том числе и сексуальную зависимость, надо принять ответственное решение о лечении, о том, что можно, да, то есть мы зависимость заменяем чем-то здоровым. Мы ищем то здоровое, что мы, отношения ли здоровые, да. Будем ли мы стремиться к здоровому браку, например, да, к здоровому отношению. К здоровому, здоровому. Ну, да, если у нас... В общем, правильно, здоровому. Здоровому. Есть понятие, опять же, нормы, вот и нормы. И это абсолютно реально и возможно. Только приходится потратить время, естественно, да, потому что лечение не происходит, вот, потому что я захотел, да. Но здесь нужно потратить время. Лучше тратить время на лечение, чем на то, о чем мы с вами говорили. Но это абсолютно реально, не стоит отчаиваться. Вот именно, здесь аналогия очень простая, но и с медициной судьбой. Зуб болит, люди, да, потерплю, почему-то, потому что страшно, кто врач. Ну, смешно, все равно. Хорошо, дорогие друзья, давайте, всего вам доброго. Не унывайте и не сидите, как это сказать. Не жать и камень, вода не течет. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok